Ряда правильно подобранного музыкального ряда, ритмической основы, режиссуры, которые заложены в любом произведении, дизайнерских основ. Все вместе синтезируется в продукты, которые очень помогают людям для достижения реальной цели. Для кого-то это заработок, для кого-то это школьные презентации или создание говорящих произведений. Для этой библиотеки было бы очень полезно сделать цикл фотографий, фотографического ресурса, электронного сайта. И цикл интересных съемок, которые показали вам то, что здесь происходит в закрытом, достаточно изолированном мире, о котором многие понятия не имеют, что библиотеки по-прежнему существуют и в них может быть интересно. А библиотека действительно сейчас очень становится интересным. Во многих библиотеках активизировалась жизнь, проходят встречи с интересными людьми. События начали пульсировать. И даже зал, который пустой, свободный в течение дня, это такое очень уютное, укромное место. Потому что действительно добраться, выбрать себе время, посидеть, почитать, уйти от суеты дня, от суеты своих дел. Показать эту атмосферу визуально мне бы очень хотелось. И мне хотелось бы собрать постепенно сообщество хороших фотографов, видеографов, операторов, которые бы ставили себе такую задачу. Это очень сложная задача. Показать тишину, показать книгу. Сделать современным то, что кажется пылью настоящим на полке. Но открыт для себя тот самый мир, который тысячелетиями был основным миром существования наших предков. Да и сейчас он остается главной движущей силой нашего мира, поскольку есть такое выражение. Идеи движут миром, идеи создают мир. Для того, чтобы появились города, для того, чтобы появились новые машины, нужно соединить образ, который рождается в представлении художников, фантазирующих о том, что можно было бы сделать. Соединить множество технических параметров, которые требуются для конструктива новых вещей, нового мира. И вот здесь есть тонкая грань, которая у нас соединяет с фотографиями. Мы говорим об образе. А образ в переводе со славянского языка является картиной. Прямой перевод – картиной. Поэтому иногда мы думаем, как же объяснить, что такое образ. А это является картиной того, о чем мы говорим. Картиной того, о чем мы думаем. В моем представлении есть коллектив, который часто приходит сюда тренироваться фотографией. И теми своими собственными инструментами, с которыми привычно работать, поставив себе конкретную задачу, стараются создать произведение. Потом встречаются здесь, обсуждают. Могут поменяться техникой при необходимости. Могут помочь друг другу разобраться с настройками. Могут подсказать какую-то идею и поставить совершенно новую задачу. Вот такое сообщество мне хотелось бы здесь собрать. И сделать пульсацию фотографической жизни пока по четвергам, если это время будет приходиться. Кратенько по поводу того, какими методами фотографии разговаривают с людьми. У нас есть несколько ключевых способов. Фотография пользуется не только с плоскостной искусством. Мы чаще всего используем двухмерное пространство на плоскости, передаем объемы. Объемы фотографии рисуется светом. Должен быть источник света и появляется тень. Нарисую. Сейчас простое вещи. Вот это что? Это линия. Она является на плоскости разделителем. Только когда на белом листе появляется линия, появляется грань, за которую может зацепиться и сознание, и инструмент. Если вы попробуете наводить на резкость по белому листу бумаги, не имеющую какой-то зацепки, то автофокус камеры будет все время промахиваться. Он начнет левать туда-сюда. Тот же самый эффект вы получите, если начнете наводить на резкость по ровной стене, на которой нет ярко выраженной фактуры. Как от этого избавляться? Мы в объектах выходим на грань. Потому что автофокус камеры устроен таким образом, что там есть кресты, перекрестия, и они должны зацепиться за линию. Когда цепляется за линию или за грань контрастную между белым и черным, то автофокус в этот момент может определить удаленность объекта от камеры. Срабатывает дальномер. Пока он попадает в плоскость, он не знает, на какой удаленности эта плоскость находится. Он мимо нее проходит. Из-за этого происходит пожужжание камер и нецепляние автофокуса. Поэтому первый же прием, который я вам скажу, в любой съемке во время репортажа старайтесь при построении композиции найти некоторые вертикальные или диагональные линии. И они будут облегчать вам работу вашей камеры. Вторая вещь. Если у нас много плоскостей ровных, то автофокус, он может вроде бы сработать. Но он либо медленнее начинает работать, либо зацепится за тот объект, который он определит контрастно. Таким образом, например, ключевая ошибка, очень распространенная ошибка во время съемки групповой фотографии, ориентируясь на автофокус, потом мы видим группу не резкую, а впереди пол с идеально красивым рисунком, резким. Что нужно сделать? Включить мозг. Включить голову и свой глаз. Обратите внимание, куда навелась камера. Это касается всех камер зеркального типа, декомерного, которые обладают автофокусом. Нужно пояснять, что такое автофокус? Не нужно. Есть камеры, у которых нет автофокуса. Так называемый фокус фри. Слышали такое путевение? Нет? Свобородный фокус. Раньше называлось объектив на гиперфокальном расстоянии. Как правило, это в мыльницах и такой же тип объектива стоит в наших телефонах. Он делает резким много объектов на разной удаленности. И это как раз ключевая причина, по которой мы отвечаем фотосъемку телефонами от съемки камерами с большими объективами. У зеркальных камерами есть возможность проконтролировать глазом ту область, куда пришла зона резкости. И поработать специальными инструментами, основной из которых является диафрагма, второй удаленность от аппарата. И третий инструмент – это тип объектива. Поработать с этим можно с зеркальными камерами. В фотоаппарате, встроенном в телефоне, у нас эти предметы, находящиеся в глубину пространства, будут одинаково резкими. И как будто бы пространство слепается. У нас часто в фотографии спорят объекты, которые мы фотографируем, с теми предметами, которые находятся на фоне. Давайте сразу я вам покажу такой прием, называется рамочка. Складывается он руками в следующем образе. Кладем в руку, отставляем в большую комнату. Вторую руку кладем так, и потом сдвигаем так, чтобы образовалась рамка. Рекомендую пальцы держать сложными, тогда они лучше перекрывают пространство, и четче видно то окошечко, которое мы видим. Итак, ладошки к ладошкам. И сдвижаем, чтобы все получилось. Теперь просто сдвигаем, чтобы пальчики. Теперь смотрите, вот эта рамка, это наш основной инструмент. Очень часто нам не нужен больше никакой для творчества инструмент. Спасибо.